Драматург А режиссера воплотить ее сюжет в спектакле смотрите дальше Это станция, на которой она оказалась во Франции Ведь она украинка, которая эмигрировала Влада довольно открыта режиссера, она готова экспериментировать Потому что ставить такой материал о женщине, о женщинах Это нужно чувствовать, это нужно понимать Я была красный цвет, это женщина 40 лет, которая все уже пережила Во-первых, это был первый спектакль с женским коллективом Как-то мне сразу было все понятно Ну вот все понятно Популярный украинский драматург Павел Арье и креативный режиссер Влада Белозоренко Порадовали зрителей новым спектаклем «Колеры» Постановка была осуществлена актерскими силами Киевского театра «Золотые ворота» Худрук театра Станислав Жирков традиционно сотрудничает со многими режиссерами-экспериментаторами И охотно предоставляет им для постановок камерную площадку «Золотые» Но что-то в ней есть, то, что очень греет мое сердце Хороший спектакль, он-то не зависит от размера сцены Итак, режиссер Белозоренко взяла в работу материал о судьбе украинской женщины-эмигрантки На первый взгляд, обычная тема Но автор Арье создал сложное и неоднозначное произведение Не похожее по структуре на привычные пьесы Этапы жизни героини драматург обозначил разными цветами Которые воплощают пять актрис Пять оттенков – это истории любви и потерь, которые пережила героиня Одновременно в этой отдельной судьбе предстала жизнь целого поколения украинских эмигрантов За полстолетия они так и не стали своими в другой стране Но уже стали чужими на родине Эта тема вот именно своим трагизмом, она очень сильно меня взяла Для меня вообще этот материал, он же вообще про 20 век и про женщину в нем Которая шла через этот век и его вбирала в себя И прорывалась через него И дошла до самого края этого века И вот как складывается ее судьба Это не просто про одну какую-то женщину Это вообще, наверное, про женщин в этом 20-м столетии Когда прочитали, ну, первая читка была И мы вообще не понимали, как мужчина может такое написать Настолько тонко понять вот эти все женские какие-то вещи Это возможно было поднять, потому что с режиссером, с Ладой Был долгий подробный разбор по каждому персонажу То есть это как вот вы человек, у вас тоже есть хорошее, плохое, цветное, черно-белое И вы знаете свои острые углы, знаете Точно так же вот это был просто разбор человека В той или иной сфере деятельности цветов Каждому персонажу автор дал имя Но оно ни разу не звучит на сцене Его можно прочесть только в программке и на афише Имя — это оттенок цвета Внутреннее состояние одной и той же героини Ее воспоминания о себе в разные периоды жизни Есть градация, самая маленькая розовая Потом иду я, это где-то 20-23 года ее период жизни Главной героини Затем идет красная Я, скажем, в нее плавно превращаюсь Потом образ фиолетовой Виталина Библиев, которая играет Ну и, соответственно, уже потом черная Скажем, черная, она же и белая Сцены, связанные с проникновением в глубины человеческой психики Требовали от творцов особенной сосредоточенности И анализа всех тонкостей поведения персонажей Для того, чтобы все понял зритель В первую очередь в этом должны скрупулезно разобраться актеры Режиссер Влада Белозоренко при каждом прогоне Неустанно шлифовала мельчайшие нюансы Сценического поведения героиня Она пошла, конечно, у нее было свое видение Она понимала, что она хочет сказать В принципе, вообще сам спектакль достаточно такой Нестандартный, я бы сказала Потому что вот эта первая часть, да Она сложная для восприятия Вот эта вот фарсовость эти Как бы непонятные люди Они приходят из ниоткуда Как бы вообще пространство непонятно Поэтому я думаю, что зрителю первые полчаса Сложно и непонятно Пьеса основана, как выяснилось, на реальной судьбе женщины-эмигрантки С ней драматург случайно познакомился в парижском метро Ею оказалась пожилая украинка Которая и рассказала Павлу Арье драматическую историю своей жизни Он же встретил эту женщину в метро Он встретил эту черную Которую услышала, как он говорит по-украински И отозвалась, откликнулась И завела с ним диалог Конечно, эта история Вся, это вымысел Паши уже Дальше ответвление Я так понимаю, женщина-харизмат была Такая сильная личность И он, оттолкнувшись от этого впечатления Создал этот материал Это живая история очень-очень многих людей Пять актрис на сцене Одна героиня Как сыграть одного и того же человека На разных этапах жизни В разных коллизиях И с разными переживаниями Как оправдать восторг детства Влюбленность юности, скепсии, зрелости И отчаяние старости Накопившиеся в одной душе Розовый, оранжевый, красный, фиолетовый, черный Все цвета разные Но в каждом есть черты сходства Они точно не божие дуванчики Все они барышни с характером Есть упертость Есть стервозность В разном возрасте Целеустремленность Есть какая-то мечтательность Мой персонаж здесь очень игровой Первая часть до приезда второго поезда Где они в таких жестких персонажных рамках Для моего персонажа Там большое поле для баловства Абсолютная свобода А вторая часть, она совсем другая Там есть глубина и погружение Ведь цвет, которым названа женщина Это же не цвет ее одежды А состояние ее, можно сказать, души Но мы так себе простроили И оно очень легло даже по внутреннему ощущению Что это цикл солнца От рассвета к полдню и далее к закату Моя героиня розовая Женщина в розовом Это такой себе собирательный образ Один из этапов жизни главной героини Это ее детство Как она говорит Мое детство Ося и не счастье Мой убитый горем Каждый образ сам по себе сложен Но роль фиолетовая Она сочетает в себе Все вот эти первые цвета Она все помнит Все детство Она помнит юность Она помнит зрелую молодость Она пребывает в этом состоянии И она еще это все помнит Виталина Библев сыграла не один десяток ролей В ее багаже Острохарактерные Яркие и запоминающиеся персонажи Роль женщины в фиолетовом Она увидела по-своему Сквозь призму Своего Актерского яства У нас скорее от комизма до трагизма То есть всегда комедия рядышком идет с трагедией И без этого нельзя Но в жизни всегда так Улыбка, слезы Такие здесь Сложный здесь для меня момент Это конечно переключ Вот от фарса сейчас Вот достаточно резко идет Превращение вот от такой вот подачи Смешной Потом превратиться в эту больную женщину У которой все болит, ломит И это все надо как-то Вот это сложный для меня И там надо быть сразу очень жесткой А я же не жесткая, правда, Влада 18 плюс Творцы спектакля глубоко анализировали заданные образы У каждого персонажа свой рубеж, стремление и заветное желание Которое дает способность дальше жить Для того, чтобы выйти и сыграть ту или иную сцену Необходимо разобраться, чего хочет каждая из герои Убеждены актрисы Для нее этот маленький отрезок жизни Это же только начало Каждая из этих персонажей Чем она старше становится, она набирается того опыта Моей героиня, она чистый лист, она не знает, что будет дальше Поэтому для нее все хорошо У нее есть родители, у нее есть семья, у нее есть сестры Поэтому это детство, детенство, вся и на счастье В которое ворвалась война, голод и все горе, которое она успела испытать в таком раннем возрасте Мне кажется, мой персонаж одновременно самый легкий и одновременно самый сложный Потому что действительно на сцене нужно искать конфликт, предмет А у меня сейчас пик моего становления как личности У меня все прекрасно Нужно искать в чем, в чем, в чем конфликт Актрисы рассказали, что помимо репетиций на сцене много читали историческую литературу Сравнивали, анализировали Ведь роли-то нетипичные К тому же играть разные состояния души, которые принадлежат одному человеку Задачка не из легких Мы первые репетиции читали по разным сайтам, знаете, лазили в интернете Что означает какой цвет, какую эмоциональную окраску несет Что он вообще вызывает у человека Исходя из этого, мы сформировали вместе с Владой образ каждого И вот в таком диалоге мы это и создавали И это было очень интересно Потому что родилась форма очень близкая мне и точная в спектакле Он, по сути, разделен на две психологические части На фарсово-сюрреалистическую, которая происходит, пока главная героиня не может вспомнить и собрать все пазлы ее жизни И вторая часть, когда все становится на свои места и от этого уже сереет вся картинка Сама тема и сама форма настолько сложна, что приходится на каждом спектакле И искать в каждой выстроенной форме существование Но то, что здесь безумно сложная форма и как ее нужно наполнить и чтобы зритель понимал, что мы делаем Вот с каждым спектаклем, по крайней мере, я в поиск По оценкам критиков, колеры – загадка, которую нужно разгадать всем Обстоятельства, в которых происходит действие пьесы, авторам не прописаны Режиссер их придумал С помощью декорации переданы основные смыслы Где жизнь – это путешествие с определенным количеством станций в виде главных событий Через всю сцену тянется колея, которая упирается в железный занавес – символ советского режима Одним он не давал возможности уехать, другим – вернуться Прекрасно! Художница Юлия Зауличная Мы с ней сотрудничали здесь И вот у нас возникла идея организации такого пространства И есть вот этот полустанок, где она существует И проживает свои вот эти беспамятные последние дни И когда мы еще не выпустили премьеру, я Паше сказала, где место действия Он сказал, что это очень круто Паша приезжал к нам на премьеру Насколько мне помнится, он влюблен в этот спектакль Потому что мы копнули так глубоко, как бы ему хотелось Каждый персонаж получился многогранный и объемный Хотя спектакль «Коль ры» поднимает социальную проблему иммигрантов Тем не менее, по словам режиссера Белозоренко Они с актерами стремились представить на сцене человека Его судьбу и внутреннее психологическое переживание У нас упор, конечно, больше на человека идет И на ее путь Потому что не это является Вот перед смертью уже, когда она умирает Не это является главной ведь проблемой, как она понимает Не то, что она эмигрировала И не то, что она осталась без страны Хотя это очень важно А главным является то, что она так и не могла Смириться с теми событиями, которые жизнь ей дала Распоряжайся Она не смогла с ними справиться Я помогаю пояснить Давай заспокоимся все Я тебя душу прошу Любая работа – это всегда сложно Всегда начинать это сложно Поэтому мы общим каким-то таким женским коллективом Пытались разобраться в голове У главной героини, в которой мы, собственно, и живем Мы пытались разобраться там все вместе Ключом для понимания происходящего на сцене Является лейтмотив спектакля, который определила режиссер Героиня в черном на протяжении всего спектакля Не может простить причиненную ей боль Ее обиды на судьбу, на жизнь Настолько сильны, что она впадает в беспамятство И спектакль строится на том, что она поэтапно все вспоминает И вот когда она вспомнила все Ее волна накрывает вот этой всей Вот этой боли, которую она копила много лет Всю жизнь И когда эта волна ее смывает И она понимает, что она остается одна голая перед смертью И она приходит к этому прощению И отпускает это все И мы для этого строили спектакль именно так, чтобы это прощение случилось Самая большая смысловая нагрузка на черный оттенок Человек стоит в конце жизненного пути Возрастной персонаж и физически, и психологически непросто воплощать на сцене Тем более, что для Валерии Брянской это дебют в профессиональном театре Актриса разглядела главное в своем образе стержень На который нанизаны цветные кольца превращений Она облегчилась однозначно Она потому и умирает Потому что она очистилась Потому что она приняла свою жизнь Потому что она все вспомнила Она облегчается Она прощает себя в первую очередь За то, что она злилась на себя И потому она уходит Потому она вот сбрасывает с себя цей тягар И потому это ей позволяет уйти за стену Туда, куда она очень хотела В спектакле много смыслов и непрямых аналогий В каждой фразе кроется подтекст и глубина ассоциации Как оперирует этим режиссерским инструментарием Влада Белозоренко Находит ли ответы на важные вопросы, поставленные временем Тема иммигрантов Одна из тем, одна из вопросов Она как бы и не стала там своей Но она не могла вернуться на родину И она осталась вот так на распутье И эта колея Она все время ждет поезда Который заберет ее домой Но точнее поезд Который, конечно, является ее смертью Когда она вернется к тем людям Которых уже нет И окажется в том саду В белой церкви У себя дома И снова сядет пить чай Со своей семьей То, о чем она мечтает Поэтому я все самое хорошее Что у нее было в детстве И что она проносит потом Реакция зала очень важна для актеров Ведь каждое движение, эмоция Предназначены для того, чтобы Это увидел и услышал Зритель понял, оценил И сделал свои выводы Всегда интересно, когда есть контраст Когда сначала смеются, потом плачут Либо наоборот Когда все ровно, неинтересно Поэтому мы старались максимально В первой части сделать это все фарсово Интересно, смешно Дать зрителю посмеяться А потом, чтобы случилось вот это Ого! А, и вот сложился пазл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok